Здравствуйте! В эфире программа «Семь минут». Совсем недавно в Рязани прошла конференция, посвященная диагностике и лечению анемии. Ее итоги обсудим сегодня с нашей гостью Еленой Морщиковой, заслуженным врачом России, профессором-директором Рязанского филиала Федерального центра детской гематологии. Здравствуйте, Елена Федоровна. Добрый день! Расскажите, как прошла конференция? Основная проблема этой конференции – диагностика и лечение анемии в 21 веке. Вроде громкое название, не всегда понятно, какова роль здесь диагностики, почему такое превалирующее внимание этой проблеме. Но действительно, лечение всякой анемии у больного начинается с хорошей, правильной диагностики. Я могу привести конкретные примеры. Одно дело, вот на конференции разбирались так называемые врожденные анемии. Это наиболее тяжелые анемии, целый ряд пластических анемий, анемии даймонда-блэкфона, например, талосомия. Для постановки диагноза этих заболеваний требуется не только гемограмма, там требуется целый ряд исследований. И после установки диагноза сразу врач может сориентироваться, составить план лечения и ведения этого больного. Очень часто приходится ребенка или больного взрослого направлять в какие-то центры Москвы, Петербурга для проведения высокотехнологичных методов лечения, в частности трансплантацию костного мозга. Затем он возвращается уже к нам для дальнейшего ведения, для поддерживающей терапии. Есть целая группа анемий, которые по своему характеру, по патогенезу более сложные. Это иногда бывает достаточное поступление железа, а тем не менее кроветворение на уровне костного мозга нарушено. Вот при диагностике таких анемий мы должны принимать уже более правильные и сложные решения, так называемое патогенетически обоснованное лечение для того, чтобы ликвидировать это анемия. На конференцию у нас рассматривались вопросы возможного лечения каждого из этих видов анемий. А что касается анемий недоношенных, новорожденных детей, как она сегодня лечится? Чем более недоношенный ребенок, тем тяжелее у него анемия. Обсуждались вопросы лечения этих случаев и, естественно, возникала дискуссия, потому что два пути здесь может быть. Либо гемотрансфузия у этих малюток, один путь выведения из анемии, либо второй метод, который был предложен последние годы, рекомендуется. Это применение нового препарата рекомбинантного человеческого эритропоэтина. Были разработаны специальные схемы лечения. Долгое время мы подбирали препараты, какое количество в зависимости от возраста ребенка, от его веса. И в том и в другом случае лечебном имеются определенные побочные явления, как это обычно бывает. Трудно найти такой метод лечения, который был бы абсолютно полезен и без каких-то побочных явлений. Но вот при обсуждении этих методов все-таки приходится индивидуально подходить в каждом случае. И применение рекомбинантного эритропоэтина мы считаем, оно предпочтительнее у недоношенных детей, хотя и могут быть определенные осложнения. Однако здесь нужно учитывать действительно и дозировку, и длительность введения. Наблюдать ребенка в процессе лечения. Очень большая задача в этом случае у на анатолога-педиатра. Часто ли вам приходится сталкиваться с анемиями беременных женщин и есть ли какие-то трудности в лечении? Во-первых, это очень частое явление. Принято было считать, что если анемия беременных, то это обязательно железодефицит. Часто это так и бывает. Для этого нам нужно диагностировать, вот каковы причины этой анемии. Когда мы начали заниматься анемиями беременных, то оказалось в значительном проценте случаев виноваты в анемии беременных не только недостаток железа, но и нарушение метаболизма железа, то есть усвоение железа и поступление железа в клетки костного мозга для кроветворения. И кроме того, другие регуляторные механизмы, а именно недостаток эритропоэтина, то есть блокируется продукция эритропоэтина в почках. И в этом случае при диагностике низкого уровня эритропоэтина при наличии анемии у беременной женщины, мы рекомендуем применение того же рекомендуем эритропоэтина, который позволяет стимулировать усвоение железа в организме, стимулирует эритропоэтина, компетентные клетки костного мозга. Таким образом, очень успешно ликвидируется анемия у этих больных. Тоже касается аналогичная ситуация при анемии хронических, долгих хронических воспалительных заболеваниях. И это наблюдаем мы очень часто у больных пожилого возраста, где с одной стороны, конечно, недостаточное поступление и усвоение железа, а с другой стороны нарушение метаболизма железа в организме. И кроме того, нарушение продукции эритропоэтина, то есть регуляторные механизмы нарушены, и в этом случае у больных назначение только железа не приводит к положительным результатам. Мы видим, что анемия упорная. И для того, чтобы лечить ее, очень часто приходится применять тот же эритропоэтин в сочетании с препаратами железа. Как только некоторые врачи прогрессивные, обученные, начинают применять эритропоэтин и не анализируют метаболизм железа в организме этого пациента, моментально возникает диссонанс. Эритропоэтин как будто бы стимулируется, а недостаток железа приводит к тому, что мы не видим полноценной отдачи. То есть мы не ликвидируем анемию. Поэтому обязательно нужна четкая диагностика, какое количество железа в организме, какие запасы железа в организме этого больного и как оно усваивается на уровне костного мозга. Какие методы используют врачи при злокачественных образованиях? У нас стоит задача. Нужно ликвидировать анемию онкологического больного. Значит, мы выбираем либо гемотрансфузия, либо применение эритропоэтина. Очень часто идет сочетание этих методов и того, и другого. Там, где мы наблюдаем резкое падение гемоглобина, значит, для начала может быть выполнено переливание крови, а затем уже больной переводится на применение эритропоэтина с определенной дозировкой на протяжении какого-то времени. И вот это позволяет стабилизировать уровень гемоглобина и не прекращать химиотерапию, которая необходима у этих онкологических больных. Это очень важно и очень необходимо. И вот как раз на этой нашей конференции наши и врачи, и ученые, которые присутствовали, пришли к выводу, что все эти исследования, все эти клинические наблюдения, их нужно продолжать, их нужно суммировать. Мы должны в комплексе работать с различными лечебными учреждениями не только на уровне Рязани, но это должны быть мультицентровые, многоцентровые исследования нескольких городов, а затем вот так собираться на большие конференции и симпозиумы, анализировать, подводить итоги и делать выводы, что же целесообразно при диагностике и что целесообразно в тех или иных случаях для лечения аномии у наших пациентов. Как я упоминала, от нулевого возраста, от момента рождения даже у недоношенных детей и до самого последнего возраста даже у глубоких старичков. Во всех этих случаях мы должны иметь положительный результат лечения аномии. Спасибо. На этом наша программа подошла к концу. Берегите свое здоровье. До скорой встречи в эфире. Субтитры подогнал «Симон»!